Про жизнь Иисуса Христа до двенадцатилетнего возраста евангелист Лука говорит кратко. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. От Луки 2.40. Другие евангелисты не сообщают ничего из жизни Иисуса Христа до самого крещения его. А так как евангелист Лука писал свое Евангелие по тщательном исследовании всего с начала, от Луки 1.3, то упоминание его лишь о беседе двенадцатилетнего Иисуса с учителями иудейскими в храме и умолчание всех прочих событий этого периода его жизни доказывают, что кроме знаменательной беседы с раввинами в жизни Иисуса Христа до появления его на Иордане не произошло ничего такого, что выдавало бы его как Мессию. Богу угодно было, чтобы Христос оставался до времени в неизвестности, дабы тем оградить его от злобы руководителей народа иудейского. По закону Моисея, второзаконие 16.16, все евреи мужского пола обязаны были три раза в год являться на место, которое изберет Господь Бог на праздники – Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. В последствии местом этим стал Иерусалим. Исключения допускались только для детей и больных. Особенно же строго соблюдалась обязанность путешествия в Иерусалим на праздник Пасхи. Обычаем было установлено, что мальчики должны были ходить в Иерусалим на праздники, начиная с двенадцатилетнего возраста, так как с этого возраста они становились членами израильского общества, обязывались верно исполнять предписания закона и назывались сынами закона. Евангелист Лука говорит, что родители его, то есть Иисуса Христа, каждый год ходили в Иерусалим. Почему же евангелист, зная, что Иосиф не был отцом Иисуса, употребляет такое неправильное выражение? Потому что тайна рождения Иисуса Христа должна была оставаться до времени скрытой от всех. Не зная этой тайны, все жители Назарета отцом Иисуса считали и называли Иосифа, как мужа его матери. Не желая обнаруживать эту тайну, сама Богоматерь называла Иосифа отцом Иисуса. Таким образом, евангелист Лука, называя в этом месте своего повествования Иосифа и Марию родителями Иисуса, передает чужие слова и оставляет их без пояснений, потому что они и без того должны быть понятны каждому. Впрочем, в другом месте своего Евангелия Лука поясняет, что Иосиф не был отцом Иисуса, но таковым считали его. И Иисус был, как думали, сын Иосифов, от Луки 3, 23. На праздник Пасхи приходило в Иерусалим по свидетельству Иосифа Флавия, по крайней мере, 2 миллиона евреев. Празднование продолжалось 8 дней, по прошествии которых богомольцы возвращались по домам. Двенадцатилетний Иисус в Иерусалимском храме Путешествуя ежегодно в Иерусалим вместе с Иосифом на праздник Пасхи, богоматерь, несомненно, каждый раз брала с собой и своего божественного сына. В этом нас убеждают невозможность предположения, чтобы она решилась разлучаться с ним на такое продолжительное время, а также точный смысл повествования Евангелиста Луки. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник, от Луки 2, 42. Выходя из Иерусалима по окончании праздничных дней и не видя около себя Иисуса, Иосиф и Мария думали, что он идет с их родственниками, возвращающимися в тот же Назарет, куда и они шли. Быть может, и в прежние годы отрок Иисус временно присоединялся в пути к другим партиям богомольцев, родственников или знакомых, а во время дневного отдыха или ночлега вновь переходил к той партии, в которой шли его мать и Иосиф. Только такими кратковременными, вошедшими, вероятно, даже в обыкновение, отлучками, и можно объяснить, что Иосиф и Богоматерь идут до первого ночлега и не беспокоятся, что нет при них отрока. Такое спокойствие их было следствием твердой уверенности, что отрока Иисус идет тут же, недалеко, в кругу своих. Если бы они могли подумать, что Иисус мог остаться в Иерусалиме, то, конечно, начали бы искать его ранее наступление вечера и немедленно вернулись бы за ним. Возвратясь в Иерусалим, переполненный еще богомольцами, Иосиф и Мария не предполагали, что Иисус мог остаться в храме, и потому тщетно искали его вне храма три дня. Войдя, наконец, в храм, вероятно, с целью помолиться, они увидели его среди учителей, удивлявшихся разуму и ответом его. В чем заключались вопросы и ответы двенадцатилетнего Иисуса, учителем иудейским? Евангелист ничего не говорит об этом, но так как беседа происходила в храме под руководством книжников, занимавшихся толкованием Священного Писания, и при том в то время, когда все ожидали пришествия Мессии, то можно с достоверностью предположить, что вопросы и ответы, как учителей, так и Иисуса, касались пророчества Мессии. В этой беседе отрока Иисус проявляет не только мудрость, но и знание Писания, такое знание, которое приводит в изумление самих книжников. Откуда же такое знание? Где, в какой школе он учился? Ответ на эти вопросы мы находим в дальнейших повествованиях евангелистов. Когда Иисус вошел в синагогу Назарета и стал учить, то все дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, откуда у него такая премудрость. От Луки 4, 22, от Матфея 13, 54. А когда Иисус учил в храме, то дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. От Иоанна 7, 15. Таким образом, жители Назарета, знавшие Иисуса Христа с детства, и иудеи, то есть враги Иисуса, удостоверяют, что он не учился, не был ни в какой школе. Сам же Иисус Христос не только не опровергает такое мнение о нем иудеев, как он знает Писание, не учившись, но даже прямо утверждает его, говоря, «Мое учение не мое, но пославшего меня». От Иоанна 7, 16. Этому-то учению пославшего, этим-то словам самого Бога, дивились иудеи, когда слышали проповедь Иисуса. Та же премудрость Божия проявилась и в вопросах и ответах двенадцатилетнего Иисуса, не нуждавшегося в земных школах и учителях. Увидев Иисуса среди учителей, Иосиф и Мария удивились, вероятно, потому что не ожидали встретить Его в таком сообществе и при такой обстановке. Обращаясь к Нему со словами, «Что Ты сделал с нами? Вот, Отец Твой и Я с великую скорбью искали Тебя». От Луки 2, 48. Мария была, конечно, уверена, что с Ним, как состоявшим под охраной самого Бога, не могло случиться ничего дурного. И если, несмотря на это, скорбела, то единственно лишь потому, что такая продолжительная, впервые случившаяся разлука была неприятна, мучительна лично для нее. В этих словах Мария называет Иосифа отцом Иисуса. В глазах всех, не знавших тайны рождения Иисуса, Иосиф был отцом Его, хотя в действительности и не был таковым. Тайна эта должна была быть сохранена до времени, и потому Богоматерь иначе не могла назвать Иосифа в этом случае. Но в ответе Иисуса блаженный феофилакт усматривает как бы поправку к этим словам. А когда нашли Его, смотри, как Он отвечает им. Так как Дева назвала Иосифа отцом Его, то Он говорит, «Не Он, Иосиф, мой истинный Отец, хотя Я и был в Его доме, но Бог мой Отец, и потому Я в Его доме, то есть во храме Его». «Зачем было вам искать Меня?» говорит отрок своей матери Иосифу. «Зачем вы искали Меня в других местах Иерусалима, а не в храме? Или вы, знающие тайну Моего рождения, знающие, кто Мой Отец, не знали, что Мне должно быть там, где Мой Отец, в том, что принадлежит Отцу Моему» от Луки 2, 49. В этих словах Иисус Христос впервые открывает свое назначение — исполнить волю пославшего Его. Но ни Мария, ни Иосиф не поняли всей глубины ответа Иисуса. Однако, по свидетельству евангелиста Луки, Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем, от Луки 2, 51. А это свидетельство убеждает нас в том, что все повествование о 12-летнем Иисусе записано святым Лукой со слов самой Богоматери. По мнению профессора Несмелого, невозможно думать, что Иосиф и Мария забыли о чудесных событиях, предшествовавших рождению Иисуса и сопровождавших Его. Но равным образом невозможно думать и то, что они понимали спасение Богом своего народа в смысле христианского учения о спасении людей. Они вполне верили в мессианское достоинство Иисуса, но понимали это достоинство в смысле вожделения иудейского народа. Понятно поэтому, что 12-летний мальчик, думавший и говоривший о Боге и совсем не помышлявший о политике, являлся для Марии и Иосифа пока еще не тем, чем, по их мнению, ему суждено было сделаться. Потому-то они и не поняли ответного слова Его о доме и о делах отца своего. Смотрите «Наука о человеке», том 2, страница 298.